Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на вопросы, поступившие на портал Экзегет. Почему смысл жизни — это добро? Ведь в нашем мире добро не ценится, им только пользуются. Преподобный Паисий Святогорец говорил, «Я сошел бы с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Богом». Действительно, мы с вами после Адама и Евы живем в поврежденном мире, где живут люди с поврежденными душами. Здесь многие вещи происходят несправедливо. Злые люди часто торжествуют, но это торжество временное. Мы можем выбирать между добром и злом. Бог нам дал священный дар свободы воли. И ни дьявол, ни бог, ни какие-то люди со стороны не могут нас заставить встать на ту или иную сторону. Этот выбор целиком и полностью зависит от нас. Часто, когда мы рассуждаем нашей житейской логикой, мы думаем, ну вот, быть злым — это выгоднее. Я пойду по головам, добьюсь того, что мне надо, стану крутым, сильным, гневливым, буду осаждать других людей, буду в безопасности, и никто никогда не сможет причинить мне зло. Но это не так. Миром правят не злые люди, а миром правит Бог и те духовные законы, по которым он этот мир сотворил. Если мы творим зло, то мы повреждаем нашу душу, отсекаем себя от Бога. И нас неизбежно по духовным законам настигает возмездие. Это возмездие может произойти даже не от того, что Бог меня обязательно специально какими-то действиями накажет, а от того, что я сам запускаю в действие закона духовного мира. Есть, например, такой закон. Кого в чем осудишь, в том сам и согрешишь. Если ты превозносишься, считая, что ты свободен от какого-то греха и другого грешника в этом грехе упрекаешь, Бог попустит тебе самому сесть в такую лужу, чтобы ты лишний раз не гордился, а наоборот думал о себе как-то поскромнее. Почему Бог это делает? Из вредности? Отнюдь. Нет, потому что твоей душе это полезно. Если ты идешь по пути зла, то будь готов к тому, что тебя настигнут соответствующие последствия. Достоевский в своих произведениях очень четко об этом сказал. Нельзя добиться счастья для людей путем греха. Вот Раскольников убил бабушку, и что получилось? Он что, там, сделал кого-то счастливее? Нет, сам совестью мучился, человека убил, нарушил заповедь, и грех привел к тому, что, по сути, он сам себя-то этим топором, которым старушка-проценщица убивал, сам себя-то и убил, свою душу. А потом уже думал, как ему идти к пути духовного возрождения. Некоторые люди думают, что вот мы сейчас там всех поубиваем, всех победим, а потом на этих развалинах построим новый мир. Например, этой идеей бредили коммунисты. Они утопили в крови очень много людей, создали философскую систему, которая людей загнала в какой-то воображаемый мир, оторванный от реальности, и развалилось, все рухнуло. К чему это все привело? Рай на земле мы здесь не построим, но в мире, где часто торжествует зло, мы можем зажечь маленькую такую свечку любви, тепла, добра и божественного света. И там, где будет этот свет, тьма не может его поглотить. Мы можем свой уголок вот этого Царства Небесного построить у себя в душе. Мы можем обогревать, согревать и направлять в правильное русло других людей. Мы можем привлекать силу Божью и действовать не только своей силой, но и Божьей силой. И это людей будет делать счастливыми, светлыми, радостными. И даже когда они будут попадать в испытания, связанные с тем, что они сталкиваются со злом, несправедливостью, это зло им не повредит. Да, внешне, может быть, ты станешь менее здоровым, менее богатым и менее успешным, но душа-то твоя будет расцветать. Все люди, которые шли к святости, так или иначе сталкивались с испытаниями. Даже русские сказки, в них главный персонаж, прежде чем добиться своей главной цели и прийти к счастью, он проходит через какие-то испытания. Надо помнить, что испытание – это не какое-то зло, это то, что нам помогает стать чище, ближе к Богу, укрепляться в устойчивости, в добре. Так что относитесь к тому злу, который происходит вокруг и к столкновению с ним, как к доброй сказке, с приключениями и с хорошим концом. Последнее слово будет за Богом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok